Короче, у меня часы там. Я играю сейчас в Thor Defense Undertale, там, вот, в ядро. Ну, чили пока, особо ничего не дело. Вот, и тут я хочу сейчас экзамен по мемам попытаться пройти, вот. Сегодня стали известны даты проведения итоговых экзаменов. В этом году школьникам придётся особо не сладко, так как был введён ряд предметов. А самый сложный из них — это экзамен по науке об изучении мемов. К нему готовились с самого рождения, и время показать всё, чему вы научились. Я вообще не готовился, как обычно, в принципе. Перед началом я вам объясню суть экзамена. Он будет проходить в три этапа, и в каждом этапе будет 10 вопросов. И нужно ответить хотя бы на пять из них, чтобы продвинуть следующий этап, и количество пройденных определит ваш уровень. Не забывайте ещё... Не думал, что будет так сложно. Ну, если вы всё поняли и готовы, давайте начнём. Го. Этап номер один. Первый вопрос. Как переводится фраза «кит, ты, маму, мал» с легендарным котом? Кот, ты мамочку ждёшь? Кот, ты любишь маму? Кот, ты маму имел? Вот, скажи, мама. Кот, ты маму имел, по-моему. Ну, вроде, третий кот, ты маму имел. Слово «мав» переводится как «иметь», а кошачье «мяло» похоже на слово «мав». И получается, кот, ты маму имел? Вопрос номер два. Какую религию принял персонаж из мема «Нового года не будет?» Христианство, ислам, буддизм или атеизм? Ислам. Типа, Новый год будет, это христианство, а Новый год не будет, это ислам. В мусульманских странах празднование Нового года не принято. Вопрос три. Какая фраза была произнесена перед знаменитой нюхой пебру? Ребят, смотрите, повезло, повезло. Серёжа, дело в шляпе. Дело сделано. Серёжа, дело в шляпе. Понятное дело. Я раз всё не так сложно. Серёжа, дело в шляпе. Четвёртый вопрос. Что такое ауф? Вой волка, сленговое выражение, аббревиатура, название субкультуры. Наверное, второе. Чё это? Сленговое выражение, наверное. Вообще в душе ничего. Ауф – это молодёжное сленговое выражение, которое можно считать синонимом фразы «ух ты» или слова «вау». Вопрос номер пять. Какой рецепт хороших переменей? Мало мяса, мало теста. Много теста, много мяса. Много мяса, мало теста. Много теста, мало мяса. Много мяса, мало теста. Да, да. Выйди так. Пельмени. Хорошие пельмени. Это очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Шестой вопрос. Прослушайте данную композицию и скажите, кто под неё флексил. По-моему, корова. Губка боб, бобы, корова, туалет. Польская корова, кстати, уже делала. Причём, польская корова. Туалет. Ну да, кстати, эти чувства были. Данную. Тут вроде чё-то про наркапу поёт. Деп. Чернослив. Боб. Суета. Деп. Деп. Ха. Чернослив. Ну, Деп, понятно. Снизу была надпись Деп, а мужик на фото это актёр Андрей Гайдулян. Вопрос номер восемь. Что такого сделал ёжик на этом биге, что прославился? Чихнул, пукнул, прыгнул и кнул. Чихнул. Чихнул, но есть версия, где он чихает и пукает одновременно. Девятый вопрос. В какую игру играл Анонимус, который сказал, повезло-повезло. Бравл Старс, Анонимус Хоррор, Майнкрафт, Фортнайт. Ну, это реальные слова, да. Я думал, у Раля будет там какие-то мемы, кто узнал просто. Майнкрафт, Майнкрафт. Последний, десятый вопрос. Какой пряник стал мемом? Ржовский, Тульский, Имбирный или же Пряничный Человечек? Тульский, по-моему. Это Анонимусов, там Тульский пряник. Любимый пряник Анонимусов. Вот и закончен первый этап. Подведем итоги. Если вы ответили на менее чем пять вопросов, то, по всей видимости, вам только вчера привели интернет. И непонятно, как вы вообще попали на этот экзамен. Так что ваше звание Дед. Ну, я не Дед, я еще на все. Ну, а если вы ответили хотя бы на пять вопросов и более, поздравляю, вы пропадите следующий этап. Но пока что ваше звание Позер. Но все еще впереди. Итак, этап номер два. Сложность увеличилась. Первый вопрос. Из какого мультика взят персонаж про жуткие лица? Мегамоск. Город героев. Суперсемейка. Райф. Да. Суперсемейка. Город героев, я даже не знаю, что это. А, нет. Из мультика Суперсемейка. Ну, да, это понятно. Второй вопрос. Какая настоящая кличка у Большого Шлепы? Гоша, Миша, Жора, Симба. По-моему, Гоша. Ну, Гоша самое такое. Короче, Гоша, я думаю. Настоящая кличка Каракала, Гоша. Е. Вопрос номер три. Какой мем считается самым первым в интернете? Чего? Троллфейс. Танцующий ребенок. Демотиватор. Рикролл. Я вообще не знаю. Танцующий ребенок, наверное. Первым мемом во всемирной пути не считается танцующий ребенок. Чего? Я на рандом. Которого распространили по электронной почте. Четвертый. Какой танец танцует человек из мема Билли Джин? Брейкданс. Диско. Танец живота. Лунная походка. Лунная походка, наверное. Да, он что-то так вроде ходил. Лунная походка, которую все знают по выступлению Майкла Джексона. Вопрос номер пять. Откуда взяты строчки, плыли мы по морю ветер, мать штурвал? Из песни, из фильма, из стишка. Их придумал танцующий мужик. А вот это я вообще не знаю. Блин, ну давай из песни, ладно. Строчки взяты из старого матерного стишка. Блин, ну я не знал. Вопрос шесть. Где на этом фото находится Симпл Димпл? Слева, справа, нигде. И слева, и справа. Нигде. Подожди, Симпл Димпл попы... Нет, нет, нигде, нигде, нигде. Его нету. На фото изображено два попыта. А Симпл Димпл выглядит вот так. Ну, у меня одна шутка пока. Кто был изображен на фото с подписью Ты, Слава Мерлоу? Слава Мерлоу, Маргенштерн, Тимати, Клава Кока. Че? Ну, Маргенштерн, наверное. Ну, подожди, или Слава Мерлоу? Ты Слава Мерлоу, короче. Че? Тимати, блин, я... Восьмой. Почему Скала получил себе такое прозвище? Из-за своего характера, Из-за своей мускулатуры, Из-за своей мускулатуры, Из-за шутки в интервью, Это его фамилия. По-моему, это его фамилия. Скала Джонсон. Короче, просто фамилия. Это фамилия, пострадавшись. Из-за своей мускулатуры он получил прозвище Зерок. Скала. У меня вроде ошибки. Вопрос девять. Широко открывал рот. Ну, под такие звуки типа. Да, вот так вот. Ну, и последний, десятый вопрос. От какого челленджа произошел нот над новембр? Не бриться месяц, Не смеяться месяц, Не есть сладкое месяц, Не материться месяц. Не бриться, не бриться месяц. Не материться, это вообще там уже фигняет. Не бриться месяц вроде. Он произошел от шуточного флешмоба No Shave November. Не бриться месяц. Да. Вот и завершился второй этап. Смогли ли вы ответить на пяти поле вопросов? Если да, то поздравляю. Вы являетесь ценителем мемов И знакомы с этой культурой. Ну, а если вы не смогли, То, увы, вы только подтвердили свой статус позера. Что ж, ну это еще не все. Остался еще один, последний этап. Но его смогут пройти немногие, Только самые лучшие. Если вы готовы, то давайте начнем. Первый вопрос. Кем является этот мужик из мема Окей, летс гоу? Учитель, фанат аттракционов, Отец мальчика, репортер. Фанат аттракционов. Фанат аттракционов. Мужик это лютый фанат аттракционов. Не. Вопрос два. Чипсы какой марки ест этот лысый мужчина? Блин. Читас, Доритас, Рафлс, Лейс. Вроде Рафлс. Ну, то есть, это какое-то такое, А не популярное. Что-то Рафлс, короче. Руфлес нафиг. Е-е, ура. Вопрос под номером три. Для каких целей был создан этот гном? Для сбора средств, Чтобы пугать людей, Для декора сада, Это персонаж из сказки. Это, вроде, для сбора средств. Это, вроде, из рекламы чел, вообще. Круто, для сбора средств. Этого гнома нарисовали в целях сбора средств по восстановлению пруда. Четвёртый. Откуда произошла песня, А муха тоже вертолёт? Из мультика. Из игры. Её придумали на ютубе. Это дворовая песня. Её придумали на ютубе. Я видел оригинал. Наверное, её придумали на ютубе. Песня взята из игры про панков. Что? Я вообще не знал. Серьёзно? Пятый вопрос. Что просит сделать нас персонаж из мема Хамут, Хамут? Проснуться, Сделать зарядку, Потанцевать с ним, Спеть с ним песню. Я не знаю. Сделать зарядку. Сделать зарядку, наверное. Этот персонаж пытается нас разбудить. Вопрос шестой. Как эта лошадь оказалась на балконе? Она живёт на втором этаже. Её туда заманил хозяин. Это кадр из фильма. Это фотошоп. Её, ещё не кадр из фильма, короче, посрой. Хозяин специально заманил туда лошадь, чтобы уберечь её от воров. Вопрос под номером 7. На основе чего был нарисован Смайлик каменное лицо? Статуя Мояи из Японии. Дом Сквидварда. На статуэтке, которую создала американская студия, статуя острова Пасхи Моаи. Пасхи. Ну, по факту, дом Сквидварда, но пофига. Нет, вообще, короче, Пасха. Этот Смайлик похож на статую Моаи, положенных на острове Пасхи. Но всё же он был основан на статуе Мояи из Японии. Восьмой вопрос. Какой актёр изображён на миме, где он достаёт нож? Джон Уик, Киану Ривз, Кевин Ломакс, Маркус Дживз. Либо Киану Ривз, или Джон Уик, я думаю, Джон Уик. Прочит, Джон Уик мой ответ. На фото изображён Маркус Дживз. Дуплёр Киану Ривза. Вопрос номер 9. Кого первого покладила гладящая рука? Ёжика, сову, лягушку, щенка. Кто? Какая гладящая рука? Пофиг, щенка. Я даже что это не знаю. Ну и последний на сегодня вопрос. Какой адрес ссылки имеет видео с рекроллом? Ты рофлишь. Ну, наверное, последнее. Кто знает эту ссылку, вряд ли впадётся на рекролл. Думаю, многие согласятся, что это был сложный этап. Вряд ли большинство его прошло. Но всё же, если вам удалось ответить на 5 полей вопросов, просто моё уважение. Вроде не. Ваше звание это мемные гильни. Я вроде не получился. Блин, жёстко. Последний, да, вот имба. Ну и пришло время подвести итоги всего экзамена. Ну, короче, два этапа прошло. Нужно было пройти хотя бы два этапа. Ну, а если вы не смогли их пройти, ждём вас снова через один год. Всё, два этапа прошло. Ну, вот и конец видео. Как вам вообще такую информацию? Пишите в комментарии, нравится ли вам такое. Если хотите больше масштабных видео, также можете поддержать материальные. Посылки на донат в описании. Вот и всем благодарен. Пока я не сделал, а я уже хотел там посмотреть. Блин, что-то сложное какое-то было. Ну, третий именно. Ну, я прошёл вроде. Ну, да, пиди. Короче, я доволен. Я считаю, короче, я считаю, что я прошёл. Вроде так, в принципе, и есть.